добрый день дорогие друзья смех последних тема этого небольшого видео размышления есть расхужее такое мнение или изречение одного французского баснописца имя которого жан пьер флориан он жил в 1750 годах и когда-то он произнес хорошо смеется тот кто смеется последним и человеческие суждения конечно же они кажутся многим мудрыми верными но вчера я убедился в том что это выражение она совершенно не является таковым дело в том что в одном из фитнес-центров на месяц в сентябре закрывается бассейн и многие дети конечно же расстроены этим потому что будет перерыв в их тренировочного оздоровительном процессе и многие дети они приехали на лето во владикавказ из других городов краснодар петербург калининград москва и так далее и вот прощаясь с детьми которые уезжают возвращаются в свои родные города мы беремся в группе за руки и желаем этому человеку мальчику девочки хорошей дороги учебы хорошее время провождения у себя дома и и дети от такого простого мероприятия как прощание тоже расстраиваются я думаю смеются последние не всегда а иногда последние испытывают слезы и какие-то моменты разочарования или грусти и и поэтому не все изречения людей они наполнены мудростью а возможно эти изречения они были связаны с чем-то другим так французский баснописец флориан изрек это выражение крылатая в кавычках на сегодня в басне который называется два крестянина и туча и сегодня хотел бы в рассуждение на эту тему напомнить всем нам о том что за определенное время в коллективах на работах скажем условно 7-10 лет иногда об обновляется весь коллектив это может быть руководство это может быть сотрудники и кто же последним смеется и кто смеется хорошо если есть понятие хорошо смеется то есть понятие и плохо смеется и здесь в этом тоже должно быть какое-то маленькое развлечение желаю всем божьей милости благодати желаю всем правильных путей как духовных так и физических и смеяться необходимо но надо знать когда смеяться и на чем смеяться в том числе а иногда смех как домеранг может потом возвращаться и могут уже смеяться над нами этого не нужно делать осуждая или презирая или с надмением выражая свой смех желаю вам божьей милости благодати до свидания